добра времени суток друзья вы на канале harddress от инфа перед нами сяоми 11 light 5g new edition и в этом видеоролике мы пройдем первоначальную настройку данного устройства когда мы первый раз включаем телефон мы видим примерно такую картинку нажимаем здесь на стрелочку и нам нужно выбрать во-первых стандартный шрифт или увеличенный нажав здесь и найти здесь понятно русский язык или там украинский любой другой который вы хотите можно увеличить или уменьшить текст и нажимаем дальше выбираем регион то бишь страну в которой мы живем я выбираю польшу нажимаем дальше соглашаемся с условиями использования нажимаем на стрелочку нам предлагают вставить здесь сим-карту мы можем на этом моменте это сделать или пролистать дальше тут советую вам подключиться к интернету потому что если вы подключитесь к интернету вам предложат там уже добавить сюда свой google аккаунт включить резервное копирование и так дальше то есть довольно полезно поэтому подключаемся к интернету нажимаем подключить ожидаем подключения нажимаем дальше у нас идет подготовка телефона на самом деле это может занять несколько минут иногда у нас подготовка проходит секунд за 20 иногда бывает что я вот так вот по три минуты жду пока идет загрузка это нормально это зависит от мощности телефона это видит от точнее зависит от скорости вашего интернета потому что ваш телефон вычисляет подключаться к интернету все и проверяет дальше если вы хотите перенести все свои предложения данные фотографии так дальше со своего google аккаунта или с и другого какого-то аккаунта нажимаем далее или мы можем нажать не копировать и что я сейчас и сделаю дальше мы опять ожидаем проверки она уже не будет такой длинная на это надеюсь после этого нам предложат войти в наш google аккаунт мы здесь вписываем свой google аккаунт это обязательно потому что без google аккаунта особо пользоваться телефоном невозможно если у вас нету google аккаунта нажимаете создать аккаунт там буквально за минуту наверное вы сможете без каких-либо проблем создать google аккаунт особо не запариваясь дальше мы вводим пароль от нашего google аккаунта проверяем правильный ли он нажимаем далее здесь нажимаем принимаю опять ждем у нас начинается получение информации об аккаунте здесь тоже нужно подождать немного смотрите здесь возле резервного копирования google лучше поставить галочку на случай если вы потеряете свой телефон ваши данные смогут восстановиться плюс вам сюда загрузится всякие ваши старые контакты и так дальше если они есть на google диске дальше использовать местоположение оставляем разрешить поиск сети оставляем а вот отправлять данных отправка данных работе устройства обязательно убираем галочку потому что тогда сами будут собирать статистику о вас это то есть они будут смотреть сколько и чем вы пользуетесь и так дальше отправлять это себе из-за этого во первых они будут знать вашу конфиденциальную информацию автор их из-за того что вы будете все время отсылать им данные телефон может иногда тупить поэтому убираем галочку нажимаем принять дальше нужно будет убрать еще несколько галочек сейчас мы вам покажем но сперва нужно выбрать нужную нам поисковую систему я выбираю google вы можете здесь выбрать не знаю яндекс что только захотите на ваше усмотрение дальше продолжаем настройку потому что лучше настроить все сразу и у нас есть здесь google ассистент которого я не хочу настраивать потому что я честно всей душой ненавижу google ассистента и нажимаю пропустить дальше нам предлагают добавить еще один аккаунт на наш телефон то есть еще один аккаунт google изменить размер шрифта если он слишком большой или слишком маленький сменить обои скачать какие-то дополнительные приложения от google здесь будет у нас google pay конечно мы его скачиваем довольно таки полезно и нажимаем завершить настройку у нас идет подготовка телефона здесь опять пишет что это может занять несколько минут так что это правда что вам сказать бывает по разуму иногда это настройка проходит побыстрее иногда подольше дальше давайте добавим сюда отпечаток пальца сперва создаем какой-то пароль или цифровой код или графический ключ я себе создам графический ключ обязательно его запоминаем если мы его забудем нам придется сбросить телефон к заводским настройкам что довольно таки неприятно потому что все данные удаляться и дальше добавляем отпечаток перед тем как добавлять отпечаток обязательно моем руки и берем какую-то тряпочку или что-то и протираем здесь сканер чтобы все было идеально чистенько тогда сканер будет работать быстрее и дальше просто прикладываем много раз наш палец когда телефон вибрирует мы отпускаем палец и прикладываем его еще разок только уже другой частью то бишь всегда палец двигаем не держим его на одном месте в принципе на телефон говорит что делать нажимаем готово смотрите здесь мы убираем три галочки здесь здесь не автоматическое обновление кстати лучше оставить потому что полезно а вот здесь и нажимаем отключить и здесь отключаем таким образом китайцы также не будут отправлять наши личные данные себе а потом эти данные по к примеру персонализации рекламы они продают каким-то рекламодателям и таким образом там не знаю какой-то фейсбук и так дальше знают все о вас там не знаю если у вас дети и вот такие вот прям подробности жуткие так что обязательно убираем здесь галочки нажимаем на стрелочке выбираем как мы хотим видеть рабочий стол классический или меню предложений здесь на ваш вкус я предпочитаю классический и настройка завершена нажимаем на стрелочку у нас начинается загрузка приложений этот экран тоже может продлиться там несколько секунд иногда даже несколько минут наш телефон включится и мы сможем уже спокойно пользоваться нашим девайсом там докачать на него нужное приложение там вставить сим-карту которую мы не вставили вы могли вставить его конечно в начале и так дальше нужно возможно еще раз нажать а нет не нужно больше видео об этом девайсе вы можете посмотреть у нас на канале обязательно подпишитесь поставьте лайк и всего хорошего до свидания